Про господина Байдена. Да, ваш взгляд на него. Да, ну с ним все банально. Он действительно настоящий американец. Предки Байдена в салонах пьяные проламывали пианино головой, стреляли в пьяном виде друг из друга, друг в друга из кольта в первой модели. И, как полагается всякому респектабельному американцу, Байден имеет среди родственников предков и слепого скрипача, и могильщика, и обувщика тут жанровая частота соблюдена, все в порядке. К России у него отношение абсолютно здравое. То есть он не понимает, почему и зачем существует эта страна вообще на земле. И как вообще в мире такое могло случиться. Он же еще в Советский Союз приезжал, насколько я помню. Да, дважды он приезжал, у него была возможность и ознакомиться своими взглядами, и ознакомиться. Причем вот это недоумение по поводу того, зачем вообще Россия существует, ему, конечно, труднее с каждым годом вскрывать, потому что для Трампа Россия это просто какое-то кусачье, горячее место на карте. Это абсолютная мифологема, он понятия не имеет. Просто надо знать, до какой степени Трамп туп. Слушайте, но он тоже приезжал, горячие девчонки, и вот это все прекрасно он себе представляет. Он же видел только лица кремлевской вертикали и немножечко местной экзотики, ничего более. Но Байден изучал вопрос, и он обладает набором сведений, которые, в общем, окончательно могут свести нормального человека с ума, поэтому он тоже не углубляется в вопрос России. Вот как все европейские политики, он знает, что есть лимит. Две с половиной минуты можно в день думать о России, иначе увезут в психиатрическую клинику. Потому что вот Байдену, как я понял, по его репликам Россия кажется таким фильмом ужасов, который вышел из-под контроля гримеров, продюсеров, режиссеров и начал абсолютно самостоятельное существование. Персонажи отказались переодеваться, грим прирос к лицам. То есть диалог с ним успешным никогда не будет. Отношения никогда не выстроятся. Вообще отношения у России могут быть только с теми, кому терять уже нечего. То есть вот с уголовниками типа Асада, Лукашенко, Бакассы, Пол Пота. Вот такой публике, которая тоже, в общем, никому больше не нужна. Они, конечно, тоже офигевают от этих отношений, но продолжают их поддерживать. Байдена, кстати говоря, можно понять, потому что жизнь и Байдена, и всех его предшественников, как и миллионов американцев, которые когда-то продвигались на Запад, была посвящена к тому, чтобы создавать цивилизацию, создавать максимально пригодные для комфортной жизни пространства ценой крови, жизни и тяжелого труда. Поэтому ему, конечно, абсолютно непонятна логика русского народа, который, получив в свое время в наследство от умирающей орды сказочно богатые земли, приложил все усилия, чтобы сделать эти земли абсолютно непригодными для жизни, неухоженными и несчастными. Вот Байдену в силу его американской ограниченности дико непонятно, зачем своими руками создавать разруху. А Байден видит, что Россия это делает самоотверженно, последовательно и с огромным успехом. Вот как Америка благоустраивала, так Россия разрушает страну, делая ее абсолютно непригодной для жилья. Он не понимает, зачем делать уже ржавые машины. Ну, не доходят до америкашки. Он не понимает, зачем делать... Неужели он в такие углубляются подробности? Углубляется. Он не понимает, зачем делать вакцины, которые настоены на чистом хвостовстве. Он не понимает, зачем содержать Роскосмос. Ему чужда вот этот кайф установки за полмиллиона дощатого синего сортира. Он не понимает этой радости. Вот ему надо было бы где-нибудь пособирать грибы под Питером или погулять по Томску, чтобы ему по голове попало бы подушкой, набитой карточками, швейцарских банков. Известно, что когда вчера, по-моему, брали мэра Томска, его супруга набила на полтора миллиарда... А это очень много карточек. Набила на полтора миллиарда подушку. И это такой букет невесты по-томски, который выкидывался в окно тому счастливцу, кто поймает. Поймал шофер... Ну, ладно, ладно, она водителя попросила подобрать. Да, да, да. Отобрали милиционера. Все равно. Но вообще, что еще должно лететь из окон во время ареста российского мэра? Понятно, только непонятно, почему эта должность так доходная. Я понимаю, ну, крадет 200 тысяч. Можно не обратить внимания. Но чтобы украсть столько миллиардов, эта вся властная вертикаль должна друг друга обирать, потому что ни один из них добровольно и без личной выгоды с деньгами тоже не расстанется. Это, по сути, вся администрация области должна безостановочно вот так вот по-стахановски трудиться, собирая друг с друга взятки, отслюнявливая себе и передавая мэру. Это очень тяжелая работа. Да, это действительно загадка. Да. Согласна. Ты знаешь про то, что Роскокосмос, который мы так любим, он решил переквалифицироваться, и теперь он будет изготавливать ликерчики, духи. Пончики. Да, пончики. И, наконец, он, в общем, потерпев фиаско с полетами, он решил открыть прокат самокатов с тем же самым названием «Поехали». Поехали. Ну, они запатентовали этот товарный знак, да. Да, и вот если мы вернемся на секунду к Байдену, ему, который, в общем, посвятил всю свою жизнь укреплению, установке, открытию каких-то свобод, абсолютно непонятен. Народ, который умышленно себя этих свобод любыми способами, там, через поправки к Конституции, через любые голосования, вот это упоение безнадегой, упоение уродством, ему непонятно. Он очень, конечно, ограниченный человек. В голове у него стандартная каша из-за прав, свобод, прогресса, равенства. И причем каша, Оля, надо сказать, теплая. Обычно к такому возрасту каша в голове остывает, но люди, которые имели возможность ему погрузить палец в голову, это были нейрохирурги, как раз констатировали, что, в общем, каша находится еще во вполне рабочем состоянии.